уважаемые коллеги в зале зуме рада вас приветствовать сегодня я хотел бы представить и очень активно хочет развивать направлении участвовать очень активно я сразу предоставить а компания которые основные вызовы которые ставятся научным сообществом компания сейчас происходит много всего супер интересного моя основная компания мы в первую очередь занимаемся научными исследованиями занимаемся антеннами и всячески пытаемся участвовать в проектах анистербитальных группировок но их на самом деле не очень много мы там пытаемся быть вот и собственно и лекция рассказом будет про спускнутые группировки если говорить про телефон любые концепции беспроводной передачи данных в своей обычной жизни мы больше сталкиваемся с 4G 5G вот на самом деле есть очень большой жирный кусок телекома это спутниковая система связи и сейчас там происходит наиболее такое динамичное развитие это связано с тем что национальный телеком достаточно разный на текущий момент он позволяет обеспечить низкие задержки подключать много абонентов давать большие скорости ну понятное дело что пятое поколение оно даст ряд новых дополнительных опций и сильные возможности вот но в спутниковом телекоме там сделано на самом деле очень немного вот и там сейчас наверное наибольшее количество изменений беспроводной области оно именно там есть несколько трендов что решили здесь обозначить это значит что подключение и многие объекты они это и подвижные автомобили и прочее 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 новая спутниковых сетей это миссия орбита вот все что было связано со спутниковыми системами связи ну скажем 5 лет назад больше это аппарат аппарат на орбите на высоте 36 тысяч километров вот и интерпитальная система воспринималась как некая будущая вот а сейчас там реальность сейчас если посмотреть количество аппаратов на месте на самом деле очень большое количество и эти группы они гипроконвергентные системы связи это речь о том что всегда наземные телекомы ну RTE 4 5G ну так далее она всегда мыслилась только отдельная сеть а спутниковая система связи это была отдельная сеть вот они ну напрямую никак не подключались если были всегда разные сети работающие по разным стандартам и сейчас поменяется в новых стандартах которые описывают сети спутниковыми телекомами он описывается как кусочек по единой сети то есть она стремится быть по единой сущностью а для конечного абонента это значит он должен измельчать что он работает или через базу устанавливать или через тыку вот но это в предельном переходе ну программы определяемые сетки ну это понятно ну до сих пор то речь о том что инструктура она должна уметь настраиваться под новые сервисы под новые приложения то есть она должна уметь инструкционировать венки и Space 3.0 это задача коммерциализации космоса вот она по большому счету еще не решена это активности которые сейчас есть в мире на самом деле это не все здесь даже много известных инициатив и компаний нету вот ну здесь три основных области это дистанционное зондирование connectivity это именно пунктировка связи составляет самая такая супер известная вот и вот это скоростная от права это капс это такие спутники которые стратоферма на высоте 20 километров обитает система вот в чем на самом деле ключевая ценность для чего есть вид о создании новых сетей вот эта карта покрытия она не очень актуальна вот здесь не приведена часть которая описывает россии но на самом деле эта карта она не далека от права то есть если посмотреть территорию покрытия связи она не очень большая очень много территории она не является покрытием но и проблемы действительно нужно а способов ну на самом деле не так что и много то есть можно было бы здесь настроить базовые станции но это экономически не связано с обратной бизнес кейсом не окупает вот ну поэтому появляются это единственный способ наверное как-то можно эффективно решить наземный телеком спутниковый вот наземный телеком он ну практически по всем порядку он всегда лучше спутникового телекома кроме одного базовой станции она дает радиус действия ну плюс-минус а со спутником можно забывать больше тысячи километров ну даже если мы говорим про орбитальные спутники а в остальном работать через спутники оно сложнее есть доклеровские смещения чертопы задержки крайне плохая энергетика ну с точки зрения пространственных потерь и так далее немножко ну про историю вот ну просто мне кажется важно знать вот сейчас все началось 58-й год был запущен первый спутник вот видите здесь 1440 лет вот отсюда пошло название одно из наиболее известных социальных российских по низкорбитальным группам а это вот сейчас происходит справа это визуализация всего того что есть на низкой орбите ну на самом деле визуалка больше я взял только центральную часть красные так вот вот красные точки это спутники которые уже орбите серые это известные мусора ну либо там неработающие аппараты и так далее и вот интересно на самом деле картинка это тренд по количеству космических аппаратов с 19-го года количество низкоорбитальных оно растет по экспоненте это суперинтересно здесь на самом деле есть два основных драйвера так что мы ставим план в две ну самые известные инициативы ставим ну самая наверное известная путинговая система есть большое количество интересных статей и обзоров как строит архитектура сети как делает групповая зона покрытия как происходит управление емкостью в рамках групповой функциональной зоны переключения лучей и так далее вот справа это текущие орбитальные построения там порядка трех с половиной тысячи аппаратов вот в России есть первые широты они покрыты вот а это терминал судниковой связи который ну предыдущем поколении на самом деле который используется в сравнении вот я чуть-чуть позже расскажу про терминала это такая большая проблема то в России происходит по системе есть не стоит что у нас есть диагностонарная группировка это их проекта компания космическая связь главная в России аппарат на тонарное пути есть и спутники это и ряд других там навигационная ГЛОНАСС и несколько фундаментальных ДССД есть часть аппаратов двойного значения и две перспективных инициативы связанных основными с сетями и так далее вот называется программа сфера там на самом деле довольно много много элементов в рамках этой программы много спутниковых систем представляет системы вот и вторая инициатива это бюро 1440 это компания занимается такой вот классической экономической нескорбитальной бюро у них примерно похожая концепция теперь немножко про про спутники которые строят сама орбитальная группировка вот я не описываю систему мобилизатора и прочего солнечного батарея во-первых потому что мы занимаемся как радио вот задача связи это сформировать нужную полную парциальную зону то бишь зону покрытия вот слева это приведен пример нужно сделать правильные формы для того чтобы оптимально отделять емкость ну либо выключать неиспользуемые лучи а если говорить про по архитектуру полезной нагрузки которая обеспечивает функцию формирования землевой потенциальной зоны то те полезные нагрузки они стоят плюс-минус одного и того же это антенна часть это либо зеркально-параболическая антенна либо несколько антенн либо решетка есть несколько разных вариаций гв гейтвей далее рф фронтенд фильтры усилители ну и прочие в центре это ведро которое отвечает за обработку за коммутацию маршрующую запах бортовую здесь много разных вариантов исполнения вот классики спутниковые системы они представляют на самой массе системы просто с переносом чертовых там нет вот цифровой обработки то есть мы приняли сигнал на соточетоке подняли вот большой в текущий момент это это цифровые полезные нагрузки то есть приняли сигнал со шкутевой станции гейтвэя отцифровали дальше уже делается маршрутизация ну и раскидывание по глупой остальной зоне ключа здесь вот приведем картин с оптической архитектуры нагрузки они много делают интересных вещей архитектуры вот то в среднем представляет любая архитектура спутниковые сети они очень похожи с отличием на определенную косметику есть всегда космический аппарат на нем полезная нагрузка в полезной нагрузке формируется групповая профессиональная зона это вот 3-15 где находится абонент аппарат он всегда посвящен к шлюзовой станции шлюзовой станции соединяет базовые станции ну либо гидром и дальше все это упирается в пакетную сеть вот справа картинка здесь показаны два на самом деле часто пытаются делать это нужно для того чтобы с одной станции можно было сигнал перекинуть и дальше то есть мы не в рамках зоны действия одного космического аппарата но например в текущий момент ни в одной системе высокоскоростная спутника она не реализована например в этой стороне заложена система оптической перевязки данных но пока что она не запущена не работает почему не знаю вот ну в текущий момент он представляет архитектуру спутник подключенный к базовой станции на земле на гейтвей и со спутника раздает сигнал в групповую парциальную зону где находится абонент то есть там и не подразумевается спутниковая связь это на самом деле определяет радиус работы и действия спутников проорбиты вот все спутники системы они на самом деле работают всего на четырех типах есть геоакционарная система геоакционарная это такая самая считается ну для меня задача самая удобная арбита причем фишка геоакционарная арбита это то что вот есть как бы земля спутник болтает ровно на протяжении плата на расстоянии 36 тысяч километров и он как бы вращается вместе с вращеной земли то есть спутниковый аппарат для абонента он неподвижен вот это на самом деле очень удобно проблема геоакционарной орбиты это ну дальние задержки энергетика 36 тысяч километров много есть да это первая проблема вторая проблема касается первых широк на россии то что спутник всегда на протяжении квадра то есть для нас для абонента находящихся в широке спутник он всегда где-то недалеко от горизонта своего практически не видно а если мы говорим о создании и обеспечении связи еще более северного морского туда там просто нет связи он уже ниже горизонта до него не дотянулся вот для этой задачи есть другой тип орбиты он исторически на самом деле появился раньше чем диаптонарная это высокая орбита есть точка где он достаточно далеко от земли есть точка где он рядом вот как здесь вот таким образом можно сделать система которая работает над северными широтами вот в рамках федерального проекта сферы есть такая группировка состоящая из четырех космических аппаратов это называется экспрессоргами аппараты они как раз болтают на эльфе второй тип орбиты ну я на самом деле эльф тонары в одну сношу с точки зрения энергетики это очень близкая система на самом деле в эллиптических системах там как правило требуется круговая поляризация ну за счет подвижности системы проще сделать через круговую поляризацию а теперь тонары в основной массе есть средняя орбита средняя орбита это с каждым под нескольких тысяч наверно под трех вот например все инновационные системы ГЛОНАСС БАЙДОУ GPS и так далее они находятся на средней орбите на высоте 19 тысяч километров есть средние системы которые на средней орбите это например вот из ракетчика есть такая система называется бронетехи аппарата вот не так давно был запущен первый аппарат на орбиту а там высота спутника 80 километров тоже считается средняя орбита в чем преимущество среднеорбитальных систем в том что во-первых меньше питания там все энергетика при этом сохраняется довольно большая зона покрытия с того аппарата наверное по июле по силу 10 тысяч километров которые вот но особенность в том что вот как только мы опускаемся по высоте меньше чем 36 тысяч километров то есть меньше чем вот классическая директор орбита появляется движение спутника начинает пол на скорость обращения вокруг земли честно говоря я не помню вот третий тип орбит это вот сейчас очень активно отличается как вот низколеты низкой орбиты это высокот это совсем ну это как она называют сверху низкой но основная часть аппаратов на этих орбите они находятся на высоте от 500 до 1000 км то есть все блокировки вставления по андре они примерно на этих высотах это вот наверное сейчас самая интересная орбита для построения новых сетей вот слева внизу картинка здесь показаны зоны покрытия с гео где стационарный аппарат он накрывает на самом деле ну практически треть земли кроме северных широк из трех аппаратов достаточно для того чтобы накрыть если делать полное покрытие средняя орбита она уже меньше дает больше количества аппаратов они дают гербовую форсальную зону зону покрытия в районе полутора тысяч плюс-минус для стандартной высоты километров для таких аппаратов нужно примерно 200 плюс чем для того чтобы сделать местную покрытие вот а почему орбита север север там не вылез когда тебе приходится наклонять орбиту высокоэллиптическую тогда у тебя спутник он практически над головой спутник обогнет полуорбиты и окажется близко север да почему не упадет он у тебя разводится и потом будет самая медленная часть движения для того чтобы сделать непрерывное покрытие обычно на этой орбите запускают четыре аппарата один проработал убегает следующий очень старая концепция есть классические книги есть учебник написан камни евгений федорович это считается советским достижением есть два типа аллитических орбит есть орбиты тундра есть молния вот я уже не очень помню чем какое отличается но в общем есть электрическая орбита она как бы спутник прилетает на грех там делает петлю то есть это позволяет сделать более фиксированным в зоне обслуживания оппонентов это просто упрощает жизнь для построения наземной инфраструктуры то есть меньше нужно отслеживать но на самом деле нужно больше смотреть в сторону лево там очень много интересных вещей на самом деле вот те направления задачи которые на текущий момент они не сильно решены то есть вот это была такая часть есть по сути контекст то есть что сейчас происходит в области спутников сфере но поскольку мы на радиотехнике и радиофизика есть задачи которые нам всем как или иначе стоит решаем тоже пытаемся некоторые задачи решать переменным успехом вот вот я вначале хотелось сказать забыл вот мне вообще себя казалось что радиотехника и радиофизика это довольно скучная область но сейчас на самом деле это абсолютно не так сейчас появляются это вот такие прям турбо-турбо крутые задачки вот с которыми работать ну пункт номер один нам точно без вариантов придется то есть вот нам с вами какой-то момент придется решать какие-то заявки из этого вот а во-вторых это просто очень интересно то есть это прям такие большие масштабные вещи я сейчас некоторых расскажу вот я начну с терминала терминалы на самом деле супер популярные известная амблема всех низкоорбитальных спутников систем строительных ну и по списку анонсировано было много проектов в чем была как бы изначально идея техническо-орбитальных группировок вот как считают крупные компании знают как делать железо для спутников понятно что сделать дешевый терминал по-балентски ни у кого не было сомнений все думали что сделать какую-то решетку на микросхемах и все нормально заработает вот никто не сомневался до тех пор пока они начали решить на самом деле не решается задача просто сами совершать блок делать позированную решетку зеркальная параболическая у них реально 0,6 метра ну это просто большая конструкция если нужно вот отслеживать движение спутника вот низкоорбитальный спутник он всегда подвижный и поэтому нужно как бы осуществлять вращение вот а если нам нужно систему поставить на автомобиль или какой-то любой другой подручный объект то просто получать электрограммовская конструкция нужно обвоз и если делать так как все планировали начально учебник позированные решетки метро схемы там все такие модели делаются специально то получается дорого ну прям совсем получается дорого вот и отсюда стало появляться много интересных компаний которые стали пересчитывать классиков какие-то разные там другие подходы искать вот в какой-то момент вспомнили электродинамик сечи второе ну и так далее стали делать всякие концепции на метров поверхности альтернативный тип антенн это вот то с чем мы работаем в том числе в рамках matrix wave есть альтернативные варианты построения фазированных решеток где управление где управление лучом происходит за счет изменения электрической проницаемости за счет жидкого кристалла ну в рамках точно не надо рассказывать тут тебе расскажете больше вот ну и так далее есть много разных концепций вот правда показаны эти спроси которые на рынке те ожидали что такие вещи можно сделать за 2000 долларов не можем пока что никто даже бризом не держался потому что 20 и то это но на самом деле сейчас это профит кафе даже если опустить туда можно что-то поставить в России то там больше 27 вот и сейчас огромное количество статей и команд коммерческих компаний которые начинают регулировать всякие ну супер интересные контекции вот это вот последнее вот слева внизу мне скинули ребята была конференция недавно это в обударе там собралась по спутниковой связи и вот я не помню что это за компания они делают решетку на мини-люниверг то есть перед каждым элементом антенны ставятся линди-люниверга это примерно лет сто назад ущельников но тогда никому не было ну как а сейчас задача пытаются решить вот наверху проект мы будем делать в рамках matrix в ну это вот попытка замены классической градиентами линзы толстой в такой план форм-факторе ну за счет сетчатой структуры за счет поверхности то есть вот эту задачу пока что никто не решил есть команда которая занимается нужно выкрепить нам да конечно в начале говорили про две с половиной тысячи долларов от старинга на терминал да но почему не да там я понял вопрос это на самом деле есть небольшая дискуссия в сотке по рекламу кто-то говорит что он там две с половиной тысячи долларов и все такое но если разобрать разобрать количество метро схема компонентов и так далее то там просто не получаются две с половиной тысячи долларов есть у нас у нас у нас смотрел дороже даже если учесть что метро схемы заказываются большими фериями свое производство ну и практически свое то получается терминал Стоимость субсидируется от тарифа абонентской платы, который выплачивается в течение года, но абонентская плата 200 баксов, это очень дорого. Мне кажется, для конечного абонента у меня еще для кого-то 200 долларов ежемесячно, это не массовый рынок. А если мы еще 200 долларов закладываем, мы субсидируем часть стоимости терминала, то здесь просто общий кейс, он вкладывается, ну так, не очень хорошо. Вот. Ну, просто интересно, правильно? Ну, 10-10 долларов, ну, 8-10, по-разному, говорят. Вопрос был по терминальной параболической. Ну, вот в самом начале у вас там был как раз солид, а вот, да. Да, да. У меня сцепленная просьба, потому что она вроде бы глядя такая, как параболическая, но нету облучайся. Это на самом деле решетка. А, на самом деле решетка. Это решетка, там ниже сектор хронирования, он в районе 30 градусов плюс-минус, но для решения задачи, чтобы терминал работал в сети, нужно давать плюс-минус 60, поэтому он еще механически доворачивается. У него форма такая, то есть он не плоский? Ну, не плоский, да. Там, на самом деле, вот антенная панель, там, слой директор, который увеличивает направленный число, и вот в центре, где самая толстая часть, там, модем, конвертора, чипотки. Ну, и зависит это на множество там. Как запретим, как говорится, панель? Ну, я понял, понял сейчас, про какую речь идет. Ну, вот про вот эту. Да, да. Здесь, сверху, эта полская панель, здесь решетка располагает, а в центре здесь просто вся вот электроника расположена. Это не зеркальная параболическая. Симпатичка. Не-не-не, ну, наверное, похоже. А вот если посмотреть новую версию терминала, то она же не круглая, потому что такая квадратная штука, но она тоже с ограниченными углами сканирования работает только, ну, по умолчанию работает только на фиксированных объектах. Нет, снять. Вот. Какие-то вопросы еще есть? Нет, вам могу. Ну, тогда я в следующую не перехожу, если что-то вам нужно сказать, говорить. Вот, вторая задача, мне кажется, она интересна. Вот, да, еще вот, придание пару слов. В чем представить задачи? Терминал – это серийная штука, то есть на этом делается бизнес. Вот тот, кто делает дешевый терминал, тот может заходить на этот рынок и продавать массу. Вот. Задача полезных нагрузок. Это менее массовая, с точки зрения рынка задача, но, мне кажется, с точки зрения электроники, она даже в чем-то интересна. В чем задача? Вот, есть электротехнический аппарат. Его площадь, она, ну, в целом, плюс-минус вверх, в районе два данного момента, ну, типа платформы и так далее. Вся другая связь – это, как бы, история про плохую энергетику сигнала, звучья. Соответственно, мы должны максимально идти и использовать доступную площадь. При этом, учитывая, что мы обслуживаем достаточно большое пятно, больше тысячи километров, вот нам нужно уметь емкость с полезной нагрузки в виде лучей правильно раскидывать, ну, оптимально раскидывать и перестраивать в рамках вот групповой партициальной зоны. Обычно это делается диаграмма из нескольких лучей, там, скажем, 4, 8, такой порядок. И они, ну, как бы, прыгнут по фиксированным лучевым базисам, вот как здесь, либо однако. И за счет этого мы можем управлять емкостью. Вот как строить такие антенны, ну, это тоже, на самом деле, очень короткая задача. Классический эффект делается либо за счет короткой зеркальной параболической антенны либо с рефлектором сложной формы, который позволяет формировать требуемую групповую партициальную зону, соответствующую форме страны, ну, либо региона, который нам нужно обслуживать. Но это работает только для гео-стационаров, которые фиксированы. Тем, кроме гео-стационаров, ну, печаток, ментиколёта, это подвижные спутники, там нужно уметь перестраивать групповую партициальную зону. Тогда чаще строят на экстральных параболических антеннах, но там используются рефлекторы фиксированной формы, но самоблучатель, он имеет большое количество, больших подмещенных получателей, и на счет этого, можно формировать групповую парциальную зону без фиксированных лучей определенного размера. Но проблема этого, то что у нас каждый луч, он, ну, во-первых, фиксирован, то есть сложно управлять положением вещами, а во-вторых, такая система, она большая. То есть на спиде нужно делать компактно, вот, можно делать, вот, даже можно по-другому, вот, завернуть задачку, вот смотрите, здесь известная апертура, условная метр на метр квадратный. Вот нам желательно использовать всю эту апертуру для того, чтобы вот вся эта апертура участвовала в формировании требуемого луча, ну, не за то, чтобы коэффициент поселения формировался за счет всей апертуры, чтобы мы на Земле, как бы, энергию могли фокусировать в небольшую, очень позитивный диаметр, в десяток километров. Вот если мы делаем антенны вот похожего формата, там, вот, апертурные, то есть у нас здесь просто вот каждое распределение, оно формирует определенный луч. Тогда у нас получается, что вот за счет того, что не вся апертура участвует в формировании каждого луча, у нас довольно раскрытчатая групповая потенциальная зона, а это значит плохая энергетика. И поэтому здесь есть, как бы, направление ввозимых антенных решеток, вот, цифровые антенные решетки, которые позволяют формировать такие честные, научные диаграммы, но там проблема с чем? Проблема в том, что очень большой вычислительный ресурс, эта система, она там довольно много потребляет и так далее. То есть для путника, ну, кажется, не очень годится. Вот. Есть подход с линговыми антеннами. Вот такую штуку мы делали. Здесь идея заключается в чем? Вот наверху, как бы, линза, она, по сути, представляет себя в инерку, вот, и она, как бы, увеличивает коэффициент усиления, каждого индивидуального парча. В общем, дает проявление силы тебе. Вот, за счет линзы мы это поднимаем до 24 DPI, что для некоторых задач мы установим зафарчик. Вот, и дальше мы просто выбираем патч, с которого мы принимаем сигнал, мы снимаем. И за счет этого можно, как бы, управлять ключом. А если мы снимаем сигнал с нет таких лучей, то, ну, с нет таких патчей, то тогда мы, как бы, формируем, ну, и выручим диаграммы. Ну, это вот тоже есть проблема. Ну, во-первых, пластики, они в космосе не очень, а во-вторых, все-таки, тоже довольно большая конструкция. Вот, и как все тут оптимально делать полезные нагрузки, это, в общем, тоже вопрос открытый. Можно смотреть документы и системы, можно посмотреть, как фарлинки реализованы. Фарлинки, там, используются решетки, формирующие один луч, но электроны перестраиваем. То есть, если посмотреть на путь, то у нас, как бы, земля, она где-то делится на групповую профессиональную зону стоящих фиксированных лучей позиции. Вот, и лучше он просто делит, ну, пересчетывает эти позиции, и за счет этого нужно, как бы, распределять емкость. Ну, то есть, как бы, мы, получается, во временной области раскидываем равномерное емкость по всей лучевой позиции. В принципе, тоже кшема. Вот. Я вот еще, конечно, забыл добавить к этому конкурку. Ну, вот, интересно то, что на самом деле, если посмотреть существующие, наиболее активно развиваемые, наиболее такие зрелые концепции спутниковых систем, вот там полезно на грузии везде строится вот прям ктюбе парадок. Вот у фарлинки одним образом у OneWeb, там, такие волноводно-щеревые хитры, система, там, о IC Space Mobile. Ну, потом, после лекции, вы можете смотреть, там делаются вот апертуры просто колоссального размера. То есть, вот, IC Space Mobile сделали антенную систему с площадью 50 квадратных метров. Представляете? То есть, в космосе на месте орбиты такое огромное полотно. То есть, спутник, он сам маленький, но, когда вот он поднимается на орбиту, он падает и включает такая большая стена. Это нужно для того, чтобы получить нужный энергетик. Вот такая задачка есть. Задача между пиклиней. Здесь, ну, не меньше кличный картинка, это мы пытались делать китонную гетерогу на линзе, на стагиках. Ну, вот, не очень получилось, мы пока вот этим мутаемся. Задача между пиклиней связи. Она в чем отличается? Это она такая суперфалактическая, экономическая точка-точка. В принципе, точка-точка можно делать на системах типа радиоуреи. То есть, там, берет антенну зеркально-параболическое по стене ксигрену, либо что-то высунуло похоже, поднимается на высокие частоты и, в общем, все довольно неплохо работает, но ксигрены, они очень большие, громкости тяжелые. То есть, это не подходит для космоса. Нужно что-то другое. Вот. Глобально есть два подхода, как решать задачи индустрия. Первое, это, ну, очевидно, это лазерный линк. Это сейчас, ну, в разных университетах это делаем. вот, в питерском истече и охоте, ну, я знаю, что есть какие-то что-то похоже реализовать. Вот. В старой линке заложен лазерный линк. Вот. Но у лазерного линка есть определенные проблемы. Ну, например, ну, раньше была проблема в том, что модули лазерного линка, они многоидиаковые, большие, и есть проблема с университетом. Сложно попасть в причем. Все-таки, если мы говорим про радио, где по-новому, даже с большим коэффициентом усиления, если вот между двумя объектами расстояние 600 километров, то даже при очень большом коэффициенте усиления, скажем, там, больше их, все-таки проблема в университетом не очень большая. В общем, все-таки разбегается достаточно сильно вот за это большое расстояние. Вот. То есть первый способ делать на ЛАЗГА, вот, второй способ делать на радиодиапазоне, но радиодиапазон это нужно проверить в частоке, там, скажем, под 20 гигагерц. Вот некоторые системы, некоторые вот проекты группировок, они смотрят на диапазоны 24 гигага. 24 гигага если посчитать радиоканал, то есть учить возможную апертуру, на которой мы можем разложить на спутники мощность, которой мы можем сообщить, да, финальный год, дать все то выяснить, что вот таким образом сделать канал больше гигагита крайне сложного. Энергетика она по определению, но я не энергетика, которую мы можем сообщить лучше, там, с усилителя, мощности и так далее, она по определению на спутники ограничена, а развернуть большую апертуру мы не можем, потому что на 24 гигаг будет супербольшая апертура. Вот поэтому интересно уходить в сторону суперагетов, скажем, 100, 2, 2, 3, а чем будет что-то так, ну если мы с третьей задачей говорили, что делается терминал с электронным сканированием для каю-диапазона, каю-диапазон это 12 гигагерц, ну там 12-14, это уже такая задача хорошая, то, скажем, на 100 гигагерц, тем более на буксах, какие еще проблемы будут, там можно опустить какие-то линзы за структуру, да, это работает, и даже для космоса это как бы ок, но пока что-то такая задача открыта, но мы говорим только про антианную часть, там еще возникнет вопрос, к тому информативу то есть сформировать источник, дающий хотя бы 2 ватт или до тех столь будет плюс, ну, опять, скажем, до недавнего времени я думаю, что так делать нельзя, ну, то есть это не реализуемо, несмотря в сторону электровакуумных приборов, типа пролетных, клестронов или ЛПВ-шек, ну, на самом деле у нас есть команда, мы это показали компания, называется M-Wave, черноголовки в Москве, вот они делают СВЧ, спонотехнику, до 300 ик, и при этом там, ну, на выходе мощности, ну, 2 ватта показа, вот такая задачка есть, которая называется гибкие цифровые полезные нагрузки, это то, как построить систему, которая позволяет оптимальным образом управлять емкостью с полезной нагрузки, ну, то есть у нас все-таки космический аппарат, полезная нагрузка, на ней премьерруется большая групповая специальная зона, в ней набор позиции фиксированных либо подвижных, ну, Google считает, что она все фиксированная, и вот нам нужно управлять трафиком между вот этими начисленными позициями, вот, и, то есть на борту нам нужно каким-то образом осуществлять маркетизацию пакетов данных между абонентами, вот то, как сейчас строится неоткционарная система, вот, такую задачу там решить нельзя, потому что как там делать маркетизацию, мы с разрушительной станции поднимаем сигнал, как мы зашлить, жирным потоком на всудник, дальше его там аналогово расфильтровываем, скидываем в нужные лучи и перекидываем, то есть у нас маркетизация всегда происходит за счет, то есть мы всегда маркетизация осуществляем именно полос сигнала, а не самих пакет или абонент, а вот сделать систему, которая позволяет сорвать, разобрать данные по абонентам, ну и дальше как-то оптимальным образом раскидать по нужным лучам, при этом делать этот динамик, подстраиваться с потребностью абонент, это задачка, ну в общем, она сейчас много кем-то ткается, пытается решить, но пока там еще такое поле не пахнуло, делать нужно много чего, вот был очень интересный проект в европейском космическом агентстве, в 2С1, мы делали там какое-то неприличное количество лет и потратили, я уже не помню, суммы, вот, потратили очень много, просто совсем много, а потом как раз решали такую задачу постраваемую штуализацию между учреждением позиций земляных. Вот такие системы, ну то есть, чем ниже открыта, тем какая система нужна. Для правильной мистер-эрбитальной системы, вот, похожие гибкие цитовые полезные на русский, они нужны, 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 прям супер, но пока что их нету. То есть, все существующие на текущий момент системы, они практически все в работе осуществляют ингредиент, а нужно делать наверху. Сейчас только есть экспериментальные аппараты, которые закидываются наверх, там обработаны, но это внимательная история. Эта задача тоже нужно решать, ну она будет решена в каком-то горизонте, я думаю, лет пять, и я ничего такого увидим. Вот. Ну, это уже не чисто радиотехническая задача, здесь много и такой и портовой обработки, кодирования, и так далее. Вот, если те предыдущие задачи, такая классическая радиотехника, радиотехника. а, ну вот, например, четырех заданий. Вот, и, да, вот, еще хотел пару слов про низколеты рассказать, вот, идея низкорбитальных систем, это, на самом деле, суперстарая идея, кто-то вот говорит, что, если хоть поставить новую идею, мы будем читать, вот, все 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 равно не новое, оно придумано, ну, оверо давно. Вот, это архитектура сети, например, архитектура сети, как кроется Starlink, ну, то есть, набор спутников, между ними лазерный линк, каждый спутник подключается к Штен, к Штен, к Штену, к Штену, к Штену, к Штену, к Штену, к Штену, это абонент, от этого абонентские терминалы, вот, ну, и дальше все это уже посвящается к игру сети, ну, и так далее. В чем проблема вот низколета 2.0? Ну, низколета 2.0 это вот все спутниковые системы, которые строят похожим образом, то есть, перед дополнительным абонентским терминалом, так же делает OneWeb, так же планируется система Piper, американская система Мегафона, так же, ну, классический, Мегафон, а чисто 40 вот он, примерно похожий на направление кейсы в Гиддлсо, вот, то есть, низколета 2.0 это всегда работа через терминалы в Айненске вот справа, это подбор терминалов, которые используются для OneWeb, используются либо планируются использованием, OneWeb, он на самом деле перебирал огромное количество терминалов, вот, вот зеркальных параболических от он на стабилизации геофазированных решеток разного вида, но это все твердно, потому что сложно найти экономически эффективный терминал, как бы на текущий момент, к сожалению, нету, вот, а поскольку терминалы они дорогие, это сразу же усложняет общую бизнес-сеть системы, конечно, в итоге система она должна быть хотя бы примерно экономически окупаемой, вот, пока что в экономике она отрицательна. Вот, а, да, я здесь написал, здесь на самом деле должна была быть картинка, но ее, видимо, в этой недвижимости нету, то есть, в чем заключается, на самом деле, бизнес-сеть, у всех спутников системы, то есть, что, ну, можно, там, сильно под напряжением делать красивую, полезную нагрузку высшей сеть на земле, то в этом никто не становится, умных людей много, технологий в основном массе они есть, вот, выстроить систему, чтобы она еще экономически окупалась, вот это пока что мы не сделали, вот, сейчас все густер-орбитальные системы, они пытаются решить эту задачу, и вот откуда возникает, на самом деле, вот история про низколеты 3.0, вот, практически все мобильные сети, они, так или иначе, описывают группы стандартов, это 3GPP, они, там, примерно с 4 года выходит новый релиз, ну, не 3-4, а там, наверное, 1-2 года, вот сейчас там свежий 17-й, вот, и это группа стандартов, которые полностью описывают все текущие LTE, какие возможные генетики, кодовые конструкции, как это строится, как это работает в группе с низкорбитальными системами, интересно, смотрите, 38-й стандартов, 3GPP, TERN, 38-й, вот уже в этой группе стандартов стандартов компоненты, она описывается как часть общей системы 5-я, вот я в самом начале говорил про генетики сети, вот это вот, когда все есть об этом, скоро будет буквально через месяц, 18-й релиз, вот там уже будет еще подробно описываться системы, и вот здесь как бы ключевая особенность вору миллионку, вот в конечном абонентах здесь нарисована трубка телефона, вот на самом деле, вот это было бы идеальным решением, вот в бизнес-кейте, про который я говорил раньше, вот раздавать сигналы сразу же на телефон, здесь есть огромное количество проблем, там ключевая, самая очевидная проблема, это ну не задержки, это энергетики, по-другому, там вставить через терминал проблемности энергетики, то есть это раздавать на телефон, вот там все еще намного сложнее будет, но получилось примерно то же самое, что и когда запускали вторые, то есть когда вторые анонсировали, никто не верил, а случится, вот потом придумали тоже все там хлопали в ладоши, говорили, что не бывает, а потом появились две инициативы и заработало, заработало плохо, там вначале просто телефон зарегистрировался, потом передали там низкострастной поток данных, но как бы глобально мячик катится вот в этом управлении, и так или иначе оно будет работать. Вот картинка компания с левым на руку, видите, от ISP и от Мобайла, это вот как раз та компания, которая сделала спутник с полезной акустой, где апертура, то есть размер антенны имеет 56 квадратных метров, название в любом, по-моему, называется сама антенна с темы, много ученых сидели сочинения, случилась красота, вот, и вот это как раз компания, которая показала, что вот концепция она работает, то есть они показали эксперимент передачи данных в мобильном диапазоне, который работает на обычном мобиле, с передачей на телефон прямой, а в чем это не то, вот почему нужно, почему это интересно, вот если мы говорим, но когда мы работаем через криминал, то абонентская плата, даже у того, что это самая наставленка, это в районе 1 миллиона абонентств, абонентская плата это 200 долларов в месяц, это много, но окей, можно смириться, в том из криминала написано было 2 400, но на самом деле больше, то есть при этих условиях вначале сформировать нужную абонентскую базу, на которой нужно успехно торговать недорого, ее как-то окупать, но это очень сложно, а вот здесь вот только в России есть более 200 миллионов действующих мкар, ну, если там не каждый, но какое-то количество процентов, максимум платит 100 рублей, то уже получается неплохой бизнес-кейс, а если посчитать всю территорию другую, особенно в те страны, где нету космической инфраструктуры, например, большой кусок брикса, вот там получится абонент на порядок больше, вот в этом перспектива, но в технике это еще важнее, чем делать мусколеты 2.0. последняя штука, что я хотел сказать, ну, это прям совсем такая суперзвежательная, вообще тут в РК просто прорабатывается такая тема, но там все довольно раннее, но тем не менее процесс пошел, значит, с нежным комом скатывается, и в какой-то момент такая система будет реализована. Моя ставка, что первый аппарат может быть через год, через год, не на самом деле, фантиналистичном, но через два это можно сделать. И вот такая система, она бы для России и в ряд других стран она была бы суперинтересна. И вот на этом, мне кажется, может быть построен довольно интересный бизнес. Мы в этой инициативе участвуем, но начинаем участвовать. Ну, наверное, все. Спасибо за внимание, вы мне сказали, что можно вот так сделать переход. Я, если кто, всегда есть телевизор. Ну, наверное, у меня все. Я могу поотвечать на вопросы, что-то рассказать. Я вообще всегда хотел быть больше ученым, а никогда не получал заняться радиотехникой. Электроникой, но радиотехника интересно. Мне кажется, что сейчас довольно много времени для того, чтобы заниматься действительной вреди задачи, время перспективной. мне кажется, вы находитесь в твоем месте. Спасибо. Вопросы? Так. Давайте начнем с отца. Так. Идея, в принципе, вы сделаете такой дешевый интернет для нас субъекта или что-то реальное? Да, вот здесь я пропустил картинку, она показывала. Есть, на самом деле, три сегмента, три автономных сегмента. Что-то если говорить, они сказали, это 2-0, 3-0. Вот есть вставленокоподобная система, это отдельный терминал, работающий на субъектах диапазона. Есть система юма, это через отдельный труб. А есть система, которая напрямую на мобилу из верхних диапазонов. Вот если посчитать рынок отдельных трубок, отдельных устройств, то он, на самом деле, не очень большой. Очень сложно клиентам убедить, что купи отдельный телефон, особенно если он стоит дорого, и при этом он имеет таких больших габаритов и не дает большую скорость. Вот круто, если ты пользуешься твоим текущим телефоном. Такие системы действуют при видео, например. Она вот как раз вот об этом. По спутникам телефонов я обычно пользуюсь те, кто не имеет доступа цивилизации, какие там, не знаю, может быть, опойтитесь или партнеры. Да, 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 да. По партнеру ездят на корабле. Да, нет такая тема. Ну, гонец, проблема гонца, по-моему, 8,7 киловитр в секунду. То есть это, ну, 8,7 киловитр, я даже не знаю, она к телегам очень удобная. Какой телефон стоит примерно от 1050, наверное? И, если что, какая-то, пол-бару, наверное, у меня есть. Да, да. Ну, с Peridium, да, смотри, видишь, еще такая есть поправка. Peridium он как бы был. Вот сейчас его уже нет. Ну, я имею в виду, мы и здесь вот пользовался. Вот. А своя система гоняется. Он гоняется. Есть определенные технические вопросы. Но он все-таки гоняется на определенных системах рынка. Это масса. Окей. Следующий. Какое время работы у этих низкооритарных спутников? Что мы стрелом АЭС? Он падает на землю или у него электроника развела АЭС от Азиации? Ну, по-моему, обычно авиакарика ниже радиационного пояса. Сколько моментов мы с ним установим пояс? Ниже этого пояса часто используется авиакарионика. Ну, просто обычная, где-то какого-то специального радиационного грейда. Вот. Спутники, они старались и живут 4 года. Немного электроника. Но я думаю, что он быстрее вспомнил. Там есть мышки, которые умеют подставить. Вот. Ну, то есть они точно у меня живут долго. Вот, как, например, для стационарного аппарата. У вас там идея в том, что, во-первых, это остаточные годы 10, потому что там возили к пене. И, во-вторых, если даже АЭС вам, например, если просто не пристыковываться на АЭС, он посыпается. Поэтому там уже ее подталкивает наверх, зачем она поделится. Ну, да, да. А вот он так. И вот. Да, дальше у меня был вопрос по поводу. В этой ринг запринели там того, что вы на простой проводке. То есть это сегодня из центральных площадей, из боковых отличается или не очень? Ну, если говорить про пола, АЭС, конечно, отличается. Там, вот, у центрального положения, вот, что получилось сделать в железе, в районе двадцатке, в двадцатке. Что получилось сделать в модели, а в двадцать четыре. Ну, скорее всего, в железе получится 24, там, в квартире и все такое. А у крайних, у лепестков, ну, ну, у крайних положенных. Причем, там, от планией, оно не очень большое. Я не приводил картинки. То есть, в пятом 30 градусов, в моем точке, в неделю. Вот, ну, на простой линзе, как мы сейчас показывали. Ну, смело нам ванно, то есть, все равно, то, что проваливается. Окей. Так, в какой сейчас спутник, в принципе, определяется групповая порциальная зона? Она как-то программа зашивается, или какие-то данные передают. Потому что, например, полетаем мы мимо, например, в Санкт-Петербурге, но поеду еще надо посетить. Полетаем мы мимо, например, в Тихого Океана. Туда, наверное, посетить не надо. Да, спутника. То есть, это определяется по положению спутника или как? Ну, положение спутников, группировки, по-моему, всегда известно. У тебя возникает несколько методов управления групповой порциальной зоной. Самое известное, которое, наверное, сейчас стоит в отеле, в реализованном вставлении называется геймпорт. У тебя земля, она прощеркивает с сорок, как он на сосуде сетки. И дальше у тебя спутник летит, и время удерживает с сорок. Потом он перепрыгивает. И вот, умея восемь лучей и там несколько сотен лучей позиций под собой. И все время этим выучаем, можешь перебегать. То есть, у тебя там появится тихий океан, и ты просто там не работаешь. Вот. На концертке есть много разных. Например, если смотреть, как реализован OneWeb, то если посмотришь заявку федеральной комиссии связи, которую вы подавали, там же артифуют групповая порциальная зона, она представляет тебя, имеет вот этих выкинутых вещей, корена в районе 50 км, в районе 200 км, их 8 штук, двух поляризаций. Если один учитель не нужен, ты его выключил, но у тебя довольно большое пятно выключается. Есть такая идея? Если говорить про систему дистанционного брендирования, да, идея она немножко по-другому, у тебя же как бы это односторонняя связь преимущественно, поэтому ты скидываешь в одно широкое пятно с такой суперненаправленной антенной, а все энергии становятся за счет системы на Земле, то есть ты уже на Земле делаешь великальную параболу, вот. Ага, понял. Просто мой вопрос был в очереди в том, что если примерно в том, что в Тихом океане меня связаться, то я где свяжусь? Ну, в этот момент сейчас мы, конечно, свяжем. Ну, там, в зеленом переходе, ну, так скажем, в следующий взор в инсталенте сработал межспутник и в линии, ну, тогда свяжешься. Вот через 2 мая пусть свяжешься. Так, еще два вопросика. Первый вопрос, во-первых, всего преимущества именно низкой арбити. Вопрос в том, что можно дешевле передать дешевле запуску дома больше аппаратов или низкой задержки. Преимущество только в этом? Преимущество низкой задержки, более комфортной энергетикой. Так, ты здесь не привязываешься к требуемому эффекту усиления луча большого. Вот у тебя, если вот рассматривать геационарную орбиту, она, на самом деле, очень плотно загружена аппаратами разных стран. у тебя по умолчанию требование имеет ширину луча не больше 2-3 градусов. Только для того, чтобы все время попадать на свой спуск и не забивать расстояние. это считается мундитон с лопкой из этих же других. Вот. А 2-3 градуса это большой процент усиления, но отсюда у тебя осложняется оборудование бортовое и требования к точечным наведениям. Они, в принципе, плюс-минус работают на 32 бяля. Ну, 32 это немного, конечно, но 32 оно более-менее легко делается. Ну, да, опять же, не супер легко, но оно хотя бы понятно это делается. И при этом у тебя луч получается достаточно широкий и проще попадать. Вот. У тебя упрощается, наверное, на 7-е в первую очередь. Сама орбитальная часть она, конечно, сложнее. Вот. Понял. Все. Это, конечно, последний вопрос. Как охлаждается агитоника в космосе? Вот. Супер хорошо. Вопросы. Ну, я на самом деле очень плохо в этой части ориентируюсь, я никогда не занимался темами. Но тут на самом деле очень большая проблема, что ее там охлаждать не очень легко. А в вашем случае нет. Ну, да, 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 да. Вот. И поэтому там речь идет о минимизации теплоуделения. Поэтому я еще хотим на самом деле задать, указать одну, одну из задач, четыре обозначил. Есть большая другая задача с эффективным учредителем мощности. Вот. Которая у тебя все питание, небольшую часть питания андрей, у меня нет. Вот. То, как сейчас ученики делают, ну, которые используются в архе в архе в архе в архе в архе в архе на твердом теле больше 30-40% в принципе не получается. Вот. Если делать аналаку ведущих ламны с какой-нибудь хибрисистемой рекуперацией там получают ну, скажем, 60%. Ну, остальных 40-40% тепло уходит. Вот. А есть есть то есть это даже класс-дэк не делают. Вот про класс-дэк вот я как раз хотел сказать суперинтересное управление для техника. вот на D-классе очень активно пришел в звук и большое количество классов статей D, E, R-класс и всякие вариации вот по моим причинам это одно из каких-то применений для вот этих исследований. У тебя вопросы с линейностью там с параметрами скажем, третьего порядка и так далее. Я думаю, что нужно у меня развивать. и есть еще D-класс и все а у тебя напряжение питания оно в какой степени пытается отчитать форму сигнала что-то может понимать впечатление. Это непахное поле как раз для вопроса теплотвора. не до до тех пор пока мы не начнется нагреться нужно как-то охлаждаться не не на нет ну степла у у до 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 с до 20 30 гиг используется 40 20 гиг хорошая оператор прозрачной статьи которые описывают это 60 80 гиг концепции которые на уровне статей где до сотни я не Три диапазона, процентов 70 это каю диапазон, всегда 12-14, процентов 20 это ка диапазон, ну и остальное каю это 40 гиг. Но это если мы говорим по работе через отдельные терминалы, если нужно через мобилку, то там есть первый диапазон, по спутни бы классификации это в районе 2 гиг, это 1980, линия вниз 240, ну и есть еще несколько диапазонов, вот в этой чистоте плюс минус 2600 с копейками есть, диапазон четвертого дубрица, который поддерживает сотрудники, а если смотреть на инициативы, которые сейчас, например, IFT, вот IFT, это прям, зачем суперинтересно, угадать, вот там нескольких диапазонов, вот один из них, это 900 диапазон, ну то есть прям совсем несколько часов. Почему не двигаться сразу до 3600? Не поддерживать телефона, правда. Да, да, если мы говорим про тренозы, нужно, ну, при разных диапазонах, которые поддерживаются, не понял. Ну, если существует 70 баллов, а там. Ну, там можно, да, использовать. И сейчас, на самом деле, глобальный вариант, ну, туда, потому что каю диапазон, ну, супер перегружен, все диапазонары, каю, все известные бакуировки, ванвэп, вставление, каю, вот койпер, это кадиапазон, ну, в российской системе, какие-то там кадиапазон основные. То есть постепенно все идут туда. Вот есть такая система УДС, ну, она такая для спецзадачек, где я стационаровал, там уже используется каю диапазон. Ну, кум, как-то, 20-40. Я думаю, что очень меньше частота, как просто сложного техника, хотя вопрос там КНД в, ну, на высоких частотах, очевидно, он получает проще, но тогда у нас все равно же возникает, ну, то есть уровень затухания сигнала, он связан с количеством, блин, волн, которые укладываются. Да, то есть, ну, при частоту выше этого, количество волн возросло, то есть потери, они увеличивают в пространстве. Вот, то есть задача, мне кажется, правильно вот так рассматривать. Да, 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 да. Ну, я даже не так сказал. Вот, ну, как бы по умолчанию все пытаются работать пониже, потому что дешевле, но пониже часто-то они все оверперегружены, поэтому все идут вверх. Вот сейчас уже активно используется кадиапазон, 20-30 гиг. Ну, там, скажем, года через три, через четыре, ну, для того же, ждем, что будет в одной из инициатив. Вот прям таких хороших, вот, может быть, в Китайской, например, системе, использоваться при ее диапазоне. А на самом деле одна из самых крутых пионерских статей, она была написана, я не помню имя его, это старая статья, я думаю, это, может, год, 13-й. Вот он написал, он как бы в комплексе собрал задачу, он все это связал загруженно в четвертую полоску, просчитал эту пространственную энергетику при учете количества волн укладывающих, и он сказал, что на самом деле оптимальный четвертый диапазон, это не ка-ю, не ка, это вот в районе 100 с копейками гиг. Вот, и какое-то время самсунг, он прям говорил про эту систему, что-то обещал, мог обещать свой фактик. Ну, все. Еще вопросы? Тогда поблагодарю нашу. Я понимаю, что все. Все же делаем, что ничего. Из-за разного не станет, я не хочу сказать. Все, тогда спасибо. И до следующего пандемия. Субтитры сделал DimaTorzok